Товарищи, библиотека должна стать в ряду передовых организаций культурной революции. Для этого имеются все предпосылки. Тяга к знаниям в широких массах трудящихся, усиленное внимание руководящих организаций к этому участку, усилившаяся материальная база. Нужна лишь настойчивость библиотечных работников, чтобы вытащить свое дело на более высокий уровень. Кроме настойчивости, нужно умение, но последнее приобретается в процессе работы, в порядке изучения своей профессии, повышения своей квалификации. Учиться? Учиться? Еще раз учиться. Учиться? Бежим в библиотеку, в свободный наш приют. Там книжки человеку в обиду не дают. Больной вопрос в библиотечной работе до сих пор – это чрезвычайно низкий оборот книг. Происходит это вследствие того, что библиотекари в массе своей работают с ограниченным кругом литературы, не используют всего книжного фонда. Библиотекарям нужно много поработать над освоением своих фондов. Это значит, что библиотекарям нужно учиться, учиться и еще раз учиться. Вытащить библиотеку на передовые позиции культурного фронта можно только общими усилиями всех общественных организаций. Необходимо иметь сильный актив вокруг библиотек, который поможет продвигать нужные вопросы и крепить наши библиотеки. Очень надеюсь, что Средняя Волга совсем скоро станет передовым краем по библиотечной работе. Сам наркома по просвещению РСФСР Надежда Константиновна Крупска. И библиотечные работники города Самары откликнулись, да и не могли не откликнуться на этот призыв. Вот что они писали. Дорогая Надежда Константиновна, с огромной радостью мы, библиотекари Средней Волги, встретили декрет правительства о библиотечном деле в СССР и спешим ответить на ваше письмо. Ваши слова еще больше вооружили нас укреплением библиотечной сети и работе с книгой. Разрешите заявить через вас советскому правительству и всей общественности Советского Союза об обязательствах, принятых библиотечными работниками города Самары на общегородском собрании. Общегородское собрание библиотечных работников, в котором идет речь по ответным письме самарских библиотекарей Крупской, состоялось 17 апреля 1934 года. В это время в Самаре и в Самарском крае уже работало около 2000 библиотек и библиотечных пунктов, среди которых была и открыта еще в 1922 году будущая центральная городская библиотека имени Крупской. Начало 20-х годов было тяжелым временем. Не хватало дров, чтобы протопить здание, было тесновато, но люди все равно шли в библиотеку, где их ждали внимательные сотрудники, интересовавшиеся, не нуждаются ли они в какой-либо помощи. И эти теплота, и участие первых библиотекарей стали нормой для остальных поколений работников библиотеки. Первоначально будущая библиотека Крупской называлась библиотекой Самарского центрального рабочего кооператива и размещалась на улице Венска. Затем она была переведена на Самарскую, в небольшой одноэтажный дом. Неизвестно точно, когда библиотека получила свое нынешнее имя, но в справочнике «Вся Самара» на 1936 год уже читаем. Библиотека имени Крупской. Абонемент работает с 14 до 20, читальня с 16 до 22 часов. Директор библиотеки Филиппова. В 1953 году на месте одноэтажного домика было построено большое каменное здание, весь первый этаж которого был отдан библиотеке, фонд которой увеличился в десятки раз по сравнению с прежним. Существенно выросло и количество читателей, изменились формы библиотечной работы. Сегодня, в канун столетия Владимира Ильича Ленина, сотрудники Центральной городской библиотеки имени Крупской провели День библиографии, посвященный этой дате. Перед собравшимися выступила библиотекарь Петрова, которая сделала обзор по теме «Ленин и теперь живее всех живых». А вот библиотекарь Рыбакова предложила обзор библиографического пособия «Семья Ульяновых. Семья революционеров». Ярко и убедительно раскрыла она перед читателями содержание книг «Детские и школьные годы Ильича» Анны Ильиничны, Ульяновой Елизаровой и «Семья Ульяновых» Моретты Шагинян. С большим вниманием присутствующие прослушали обзор, сделанный библиотекарем Митрофановой, «Путешествие по ленинским местам». Все как один читатели говорят о том, что день библиографии помог им сориентироваться в ленинской литературе. И лучшее доказательство этому – возросший спрос на книги о великом вожде пролетариата. Библиотека отличной работы. Именно такое звание было присвоено библиотеке имени Крупской в дни празднования 50-летнего юбилея со дня ее образования Президиумом Обкома Союза Работников Культуры. И в этом нет ничего случайного. Все эти годы библиотека Крупской являлась активным помощником партии в идеологической работе, пропагандистом знаний и культуры. Книжный фонд библиотеки значительно вырос. Ежегодно она обслуживает по 12 тысяч читателей, а сотрудники ведут большую организационно-методическую работу и учатся, учатся, учатся. А у нас на дворе конец 70-х. И Центральная городская библиотека имени Крупской совместно с добровольным городским обществом любителей книги создали клуб интересных встреч для юношества. Занятия в нем будут проходить каждый третий четверг месяца. В правление клуба вошли студенты, учащиеся в профтехучилищ, библиотечные работники. В программы клуба будут входить встречи с известными куйбышевскими поэтами, писателями, музыкантами, архитекторами, артистами, учеными, ветеранами партии, комсомола, Великой Отечественной войны. На первое заседание клуба были приглашены писатель Евгений Астахов и генерал-майор авиации, герой Советского Союза Иосиф Гейба. Второе заседание, которое состоится в мае, «Будет посвящено теме, будет помнить земля, что когда-то ее отстояли солдаты». В 1978 году здесь, в Центральной городской библиотеке, работала конференция, посвященная 110-й годовщине со дня рождения Надежды Константиновны Крупской. В дни конференции в библиотеке был развернут широкий просмотр литературы по теме «Крупская выдающийся деятель культурного строительства в СССР». Вот только что с докладом о вкладе Крупской в советское библиотековедение выступил старший преподаватель Института культуры Калядин. Интересным и содержательным был и доклад студентки, этого же Луза Буренковой, которая рассказала о том, как смотрела Крупская на библиотечную работу с детьми. Не успела завершить свою работу конференция, а в библиотеке уже опять многолюдно. Сегодня здесь развернула свою работу книжная выставка, посвященная 60-летию в ЛКСМ «Передовые отряды пятилетки». Она состоит из нескольких разделов. Заветы Ленина «Выполним пора творчества за мир и дружбу». На выставке представлена литература о наших современниках, комсомольцах 70-х. Интересные и другие выставки, развернутые в библиотеке, смотрят комсомольские герои вдаль коммунистических времен. Не сосчитать твоих побед, товарищ комсомол. Эти и другие выставки пользуются большой популярностью среди студентов Института культуры, Политехнического института и других вузов города. А еще библиотека Крупской является методическим центром для массовых городских библиотек и возглавляет работу Совета директоров пяти централизованных библиотечных систем города Куйбышева. Здесь проводятся семинары, повышение квалификации и обмен опытом среди библиотечных работников. Осенью 1982 года городская библиотека имени Крупской отметила свое шестидесятилетие. Отметила она его месячником краеведческой книги, призванным ознакомить читателей с литературой о революционном прошлом Самары, о значительном вкладе куйбышевцев в обеспечение разгрома немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне, о больших успехах, достигнутых трудящимися города в хозяйственном строительстве. В программу «Месячника» включили широкий просмотр литературы, книжные выставки. Идут годы, одно поколение приходит на смену другому, но и сегодня в залах Центральной городской библиотеки имени Крупской бывает так же многолюдно, как и когда-то. В этом году библиотека празднует свое 95-летие, но, несмотря на столь солидный возраст, она также молода, активна и полна планов на будущее. Вот только что библиотека приняла участие в благотворительном конкурсе «Новая роль библиотек» с проектом «Клуб будущих миллионеров». А это и тренинги личностного роста, и общение с психологами, и бизнес-тренерами, и игротека, и еще многое-многое другое. А еще накануне Чемпионата мира по футболу библиотека активно включилась в футбольный марафон. Провела несколько встреч читателей с ветеранами самарского футбола и серию интеллектуальных игр «Футбол. Игра миллионов». А еще библиотека имени Крупской сегодня – это «Библионочь» и акция «Весенняя неделя добра». Конкурс скоростного чтения и конкурс детских творческих работ «Самара глазами детей». Фестиваль цветов, бульвар «Библиолета» и многое-многое другое. С днем рождения, библиотека! С днем рождения, дорогие читатели! Светят лампы над столом, блещут книжки за стеклом. В переплетах темной кожи, разместившись вдоль стены, словно зрители из ложи, книги смотрят свышены. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова